всем привет сегодня будем готовить омлет как в детском саду все его наверно помнят любят ну плюс конечно несколько маленьких секретов почему он такой получается во первых яйца и молоко должны быть комнатной температуры это один из нюансов второе много соли ни в коем случае нельзя ставить потому что соль утяжеляет яйцо соответственно но омлет садится и он и так и так сядет в итоге потому что он садится но не так сильно если будет пересолен количество яиц и молока соответственно выбирайте под свою форму у меня форма 20 сантиметров на 12 с половиной и высотой и и высотой 6 сантиметров поэтому я беру 10 яичек и 500 миллилитров молока пол-литра то есть соотношение яиц с молоко должно быть такое 50 миллилитров молока на одно яйцо добавляем к яйцам соль при помощи вилки все желтки нужно разломать что лили как назвать это немножко перемешаем вилкой не надо взбивать не венчиком не миксером ничем вот так добавляем молоко добавили молоко и снова перемешиваем при помощи вилки не надо взбивать еще раз повторяю ни в коем случае не взбивайте иначе у вас ничего не получится видите местами даже остался белок не взбит и это не страшно в общем вот такая масса получается форму надо смазать сливочным маслом масло не берите много только для смазки еще один нюанс по поводу форма для запекания берите либо стеклянную либо керамическую но не металлическую в ней ваш омлет просто подгорит и еще секрет один для того чтобы у вас получился высокий омлет нужно брать высокую форму у вас он никак не получится высоким если вы возьмете низкую форму поэтому я и говорю выбирайте под свою форму чтобы получился высокий омлет пусть он будет маленьким но высоким даже когда вы только заливаете яйца с молоком форму уже должна быть практически полная форма выливаем форму яйца с молоком вот у меня получилось ну скажем так две трети потому что омлет все же немножко поднимется но потом он конечно немножко и осядет это естественно отправляем в духовку еще один немаловажный момент про которые забыл сказать духовку разогреваем заранее перед тем как начинаем все подготавливать разогреваем духовку и еще один момент никогда не пользуйтесь конвекцией при приготовлении омлета ветерок который дует от вентилятора во время конвекции просто даст вашему омлету вырасти как надо спустя 40 минут достаем вот такой золотистый красивый омлет несколько слов хочу сказать по поводу времени запекания тут много зависит еще и от духовки конечно и от самих яиц потому что чем яйца жирнее то есть имеется ввиду от домашних кур тем омлет будет запекаться тяжелее и он будет не такой пышный это уже не раз мной подмечено и еще один такой маленький секрет омлет начинает запекаться с краев то есть первыми поднимаются края середина остается как внутри то есть как вмятина вот когда вот это вот вмятина поднимется до уровня краев вот тогда ваш омлет будет готов иногда на это уходит 30 минут иногда 40 вот сейчас у меня ушло 40 минут как вы увидели омлет немножко все же осел будем разрезать вот наш омлет вот такой пышный пружинистый омлет у нас получился вот это белое то что вы видите это тот белок о котором я вам говорил но я люблю когда вот в омлете остаются кусочки белка и вот режем его вот такой пышный омлет очень вкусно приятного аппетита